и снова всем привет и мы продолжаем куриную полицию случайно кота нажал и тут марте вывел что лучше бы ты просто вход досками заколотил будет хорошо смотреться со всем остальным может тут и клоповник но мне кажется это хоть честно а то ты бы в каком-нибудь таракан тауне неплохо устрелся тоже честное такое место и воняет так верь марте я об этом думал и почему это меня не удивляет так это не есть дикие джентльмены они были просто примером для всех когда я маленький был ну ты наверно был малышом нет мира сего меня это кстати не удивляет я полотел от белого волка и супер белки белый волк да теперь много ясно уже сюда когда я был еще в аривире и кловель и вся эта хрень и тебе это удалось его оплатить и город воскрес из пепла великого типа общего равенства там у плотчего до нога из глини это теперь и подумай что чтобы мы с тобой чтобы с тобой стало если бы ты не казался кловели может ты был бы и счастлив может старые времена знаешь я по ним скучаю иногда почему пыль в глазах мои знаменитые копы да не работа движуха телефон звонит 4 утра и ты прекрасно знаешь что если не ответишь попадешь ужасный перелив переплет потому что это такая радовая работа и конечно отвечаешь каждый квохомер нормальная ненормальным надо быть чтобы скучать по этому и нормальные звери в клове в копы не идут да уж это точно на это что-то мохнатая тварь это эмби дэвис курины твои мозги политик тебе что по клюву втащить березно не знает что это за кекс я не знал что ты воспитательным в детском саду успел побыть носить кожу и серьезно то в прошлом не лично твое доверие меня умиляет орел некоторые вещи лучше не ворушить понимаешь ладно понял чувак даже не могу представить каково это единственное что у меня было хорошего что тебе было хорошего да вдали клевала марте еще бы так ну кто ничего не горит ноги я так понимаю мы просто едем давай чё там за новые кожи меха раньше считаться высокая мода но теперь особенно в клове натуральной кожи меха редко встретишь носить такую одежду если денег хватает не то чтобы нельзя пока что но это мягко говоря весьма неприлично женская организация снова на четырьмя самыми влиятельными самыми богатыми зверями в городе огонь 18 1607 года почти полностью стер пловель с лица дикой природы именно тогда появились дикие джентльмены которые заново строили город используя все свои деньги влияния они были героями или по крайней мере считались таковыми некоторые полагают что огонь был делом их лап и все это было частью национального заговора но скорее всего правда мы никогда узнаем так знойный нил и больше никуда поехали chapter 2 the killing радости марте направляет самый экклюзивный бортель в кловеле сепаратисты и противники монархии ненавидели это место также тот поступил межвидовым отношением к мирному существованию всех видов это был не просто бордель а символ бордель не лучший мех не лучший символ мог ловили так и не стал тем чем должен должен был вот мы здесь королевство длинных лап шелковой кожи хлопающих ресниц мы прибыли успокойся марте у тебя до вы те же давление о узбогой за марте вы сбегу из так а чё то я хотел посмотреть искать а вот тут чудо у нас новичок очки за допрос это общее дам джу 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 сколько еще интересных фактов из личной жизни таким циклопедии достижения это хрень с ним 60 процентов мой обычный предел посещенных сцен очки за допрос сложно на самом деле сориентироваться сколько мы прошли там был в меню по моему ачивки там по-моему что-то около четырех что ли глав что-то как-то странно уже пятая серия мы только вот только первую главу прошли либо дальше они просто очень быстро будут элегантные женщины все как сказал лазов хотя другой стороны в начале всегда много всякой информации чтобы нужно вникнуть в мир как думаешь что подойдет старому кролику пустышистым хвостом мягкими ушами шершавым язычком прекративайте всего пушного ну ты просто представь марте будь здоров захлоп не клев хе-хе-хе-хе-хе в общем я не знаю она или нет постоянно путаю с этим экзотическим но возможно честно мне не по себе да мне тоже но выглядит немножко странно мягко говоря вот это называю экзотической красотой ну можно так сказать слушай любовь зла кто-то обязательно полюбит и такого козла да точно не знаю как ты но у меня от полосок лапы подкашиваются марте я не хочу этого знать имя клевать держи это при себе и давай свалим отсюда по-быстрому уже не поговорить с тобой нельзя можно спроси про погоду или про мою поясницу если хочешь знать они даже связаны хе-хе-хе ах ты старая пердон эх ну я даже не понимаю чем святые воробушки я тише марте я прозрел пушистые боги да она очень пушистая хотя скорее мохнатая прошу прощения джентльмены будьте добры помогите мне с радостью мадам на моем платье постоянно растягивается молния застегните ее обратно пожалуйста позволишь что ли я тебя кто наседка делай что хочешь я вот помочь мадам кстати очень странно либо местами просто накосячили с переводами там не ту букву вставили либо еще что-то при этом они все равно пытаются адаптироваться там потому что типа ну я что тебе твоя мама да а тут ну типа наседка то есть достаточно интересная такая вот получается игра слов в этом стране такой галантный молодой человек пушистые боги ну а что это за тихо спасибо милые да какой степи нужно было это марте мадам марте макси спасибо милый марте с меня должок обращайтесь мадам в любое время следующий раз может быть наоборот мы может угостить вас выпивкой нет спасибо мы торопимся ой у тебя есть бабеха все успокойся думаю так и секретарь браво господин детектив обязательно все это время так себе вести иногда мне правда непонятно насколько ты отупил за последние годы или просто дурачься ради забавы ну знаешь хороший вопрос об этом я и говорю меня зовут диана бриллиант добро пожаловать в нойный нил джентльмены ну алмаз тогда нет мисс бриллиант меня зовут соня а это мой напарник март если позволите мисс у нас у вас очень красивое имя невероятно прелестные полоски а он сходит сама по полоске марте не сейчас о спасибо вам простите он не часто бывает в таких местах да ей тоже если честно не переживайте джентльмены все бывает в первый раз совершенно верно мы ищем девушку по имени дебора дебора у нас сейчас не работают девушки с таким именем если хотите любая из них станет для вас деборой на одну ночь не нет извините но вы неправильно поняли она здесь не работает боюсь я вас не понимаю все немного запутано давайте я попробую объяснить я сразу все отвечу на ваши любые вопросы слышал соня любые вопросы захлопни клюв марте может она и знает что про дебору или карточку которая привела нас сюда я не хочу собежать то что вы из полиции очевидно даже без этого настолько очевидно? не очень но здесь в Ниле у нас на такой глаз намет точно понял вас мадам знаете джентльмен по имени Лью Сена Уорт? конечно господин Сюорт часто бывает в нашем заведении а это не тайна? тут вышибала был как-то в этом плане типа не твое дело мне сказали не говорите насколько часто позвольте спросить не могу этого разглашать таковы правила вот вот так ты должна себя вести у нас тоже есть правила называются законами модем если у вас есть подобные вопросы приносите ордер хэ, души это список вам о чем не говорить? это не уверенно не, ничего ведь есть знакомые именно? да, но эти животные знают все лично я с ними никак не контактирую понятно, спасибо слушайте, она дала на это нам девушка по имени Дебора о которой мы спрашивали понятно вы знаете, что это? конечно, это членская карточка нам часто здесь бывало? если это ее, то да могу проверить девушки развлекают вас девушки развлекут вас, пока вы ждете и я скоро вернусь спасибо большое крять у меня от его взгляда у меня от взгляда этого парня мурашки понимаю мне всегда казалось, что птицы странные то что? что? а, я, ничего все ты и меховухи ты заглотнуто громко, что все обернулись ты шутишь? я раньше этого никогда не видел это вообще законно? почему бы и нет? не знаю, порог? да ты шутишь порог? в Кловиле? да ладно, шучу но все же здесь жарковато остынь, Марти даже и не смотри туда помни про Лауру твою замечательную девушку которую любишь больше всего на свете можешь даже не говорить я только о ней думаю о твоих мыслях у нее в руке топорик? крема и яйца наггет тактик выду мне показалось Лаура, 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 Лаура все, Марти, медленно отвернись от картин все это ящерица так понимаю, да? чем-нибудь тут еще есть дверь, фотографии дверь это выход прошу прощения задержка пройдемся со мной, джентльмены все прошло успешно мой начальник мадам займон хочет с вами встретиться то есть та самая мадам Зайвас? насколько мне известно она только на дна так что да пожалуйста подведите нас к ней радость мадам Зайвас была легенда Кловилля ее имя знали во всей дикой природе она ярый роялист вывший член совета 12 опытная шпионка наемный убийца бизнес-леди и куртизанка если честно я даже не знал, что она жива она уже не птенец это точно и мне в наседки годится а может и в праноседки это точно сначально Ибн Уэслиер теперь она если сегодня самый увеличенный гектор третий почти менять своим присутствием я даже не удивлюсь интересные работы думаете это искусство думаете это искусство моего народа? крокодилов? дикой природе дикой природе есть много разных крокодилов господин Перельянд это искусство нильцев отсюда имя знойный нил это река господин Перельянд мои предки жили в этой реке давным-давно интересно спасибо спасибо может быть это мир пост апокалипсис это когда кто-то пытался придумать как вывести кошка-девочек хе-хе-хе для кошка-жен и что пошло не так и люди исчезли и человекоподобные эти самые антропоморфные звери появились условия что есть нил время пришло вы заметили что часы не работают вы очень внимательны часы нужны не для того чтобы показать время это украшение момент красивый точно без 15 и 12 мало ли какая картина мимо почтения мадам марти да правда красивой ее написали уже 40 лет назад тогда считалась красивой не говори так вы все еще красотка мадам спасибо мне приятно но не нужно врать это давно ушедшие дни в каждом возрасте своя правда и красота для меня красота уже не во внешности согласен мадам хватит поддакивать омерзение наказания здесь есть книги на самые разные темы 49 рептилий ключ к сознанию животных что-то что-нибудь еще осталось у нас вроде нет так значит это легендарный мадам за и вас позвольте позвольте представиться должным образом мадам мистер сантина вас я знаю я также знаю вашего напарника рассказы пирантых копов всегда были на шаг впереди самих пирантых копов спасибо мы польщины позвольте спросить что конкретно вы ищете сегодня в такую ночь но это интересный вопрос карточку которую мы показали вашей милой коллеге принадлежит нашему старому другу которого мы давно здесь не видели которого зовут к сожалению мистер сантина это конфиденциальная информация в моем работе осторожность превыше всего знаете в нашей работе превыше всего закон читайте я бы рассказал вам что ваши коллеги ценят больше всего однако мне нужно соблюдать осторожность лушайте мадам мы не настаиваем мы проводим частное расследование которое началось как невинная мелочь но привело нас к убийству похоже дело серьезное так и есть именно поэтому мы будем благодарны за вашу помощь в таком случае я к вашим услугам вы задаете вопрос а я расскажу что мне известно если только вы не плаваете в мутной воде сейчас я неплохо плаваю хоть я не отношусь к водоплавающим я тоже хорошо плаваю топ сомневался им им руководить легендарная шпионка куртизанка мадам зайвас нужно быть начеку а ее репутация известна во всей дикой природе так мильский крокодил пол женский ее улыбка фальшивка ее биография фальшивка но опасно по-настоящему мадам зависть шпиона курсезанка которая уже стала легендой когда я был еще цыпленком люди рассказывали о красоте и смертельном холоде время тоже не пощадило но она также опасна как гласят легенды теперь она владеет олитным борделем под названием знойный нил Таяна бриллиант пустынная зебра прекрасный невозмутимый настоящий профессионал и наверное куртизанка милый секретарь зебра за стойкой нила ночь которая навсегда изменила жизнь Сони и Марти все началось со странного занка неожиданного визита тигрицы а закончилось в инкубационном доме где наша пара увидела следы небывалой бойни Сони оказался лично замешан в деле когда странный злоумышленник в целинбре стал угрожать его семье но скользнул прежде чем его удалось задержать по правде говоря дело так до сих пор не раскрыто официально но под давлением генеральной прокурора газеты сообщили о славном триумфе пернатых копов отсюда и пошла легенда из досад до лжи Нильцы древняя мертвая культура раньше это была огромная могущественная империя и на юго-западной тропической области дикой природы один знаменитый и ныне здравствующий представитель этой культуры мадам Зайвас легендарная шпионка и курдизанка вот вы везде будете да? как я уже сказал Таташа только наши самые ценные гости получают такие и сотрудники конечно сотрудники тоже тоже будем знать можете сказать карточка принадлежит гостю или сотруднику нет так я и думал спасибо Льюис Эйвас мой хороший друг я удивлен что он здесь часто бывает вы не поверите какие у нас бывают клиенты вы были бы шокированы удивительно Льюис часто здесь бывает? не очень часто спасибо за туманный ответ мадам тайна будоражит а возбуждение сама жизнь прелестно мадам скажите вы раньше видели этот список? да я верю полагаю я верно полагаю что он как-то связан со знованным Нилом да но не могу не смогу рассказать вам подробности главное осторожность верно угу вы лично знаете Наташу Лукашенко? да знаю откажите о ней добрая стоит на то своих вспыльчивая свирепая да свирепая спасибо это на мой счет очень поможет нет это место не просто наш дом с девочкой не просто наш с девочкой дом это цветилище правда? почему? оно символизирует то, ради чего тысячи лет назад основали этот город единство любовь в свободу скречивание это тоже да у вас с этим какие-то проблемы? не поймите меня правильно я не против у меня самого девушка хищник правда? рада слышать ну что-то как-то и все о, можно допрос ну давайте че уж поделать Зайвас окружена тайными она была шпионом так что все ее слова нужно воспринимать с долей скепсиса титры опять-таки немножко в минус изначально кто цит за легендами, мисс Зайвас? кто вы на самом деле? меня растили с мыслью о выживании, мистер Перриленд меня этому научили, поэтому я знаю как выжить я всегда была тем, кем была тем, кто должна стать и вы шли с вопросов вы умно видите ли это типичная составляющая выживания уклоняться от деликатных вопросов, чтобы задающий думал, что получил ответ но вы слишком хитро-опытные, да? вас не просто дуроч ну, ты могла бы быть хорошим политиком хе-хе-хе стараюсь не терять лицо, мадам правильно, лицо в большом случае сильнее и опаснее ммм, на это в самом деле ни то ни то не относится ну давай к Рейлистам, не знаю, может быть чутье знаете, мистер Перриленд, по-настоящему верящий в идеи и не думает об опасности мы знаем это лучше вы знаете это лучше, чем я думаете, меня больше всего мотивирует верность? если да, мне жаль вас огорчуть возможно, вы не верны полиции, мистер Перриленд, но вы верны собственным принципам и идеалам так? правда, но вы уходите от вопроса почему вы продолжили работать на короля после скандалов, из-за которых половина города восстала? почему вы так верите в институт монархии? знаете, я постоянно адаптируюсь, но настолько, что мне не приходится изменять себе и своим идеалам вражевые желания вы лучше умрете, да? возможно, вам это кажется слишком драматичным или даже романтичным, но да, именно так простите, что сомневаюсь в вас, но я всегда думал, что у вашего брата репутация не очень или про шпионов, или крокодилов про шпионов, конечно давно раз разочаровать ну таких же верных истоких людей, как шпионов, очень мало, мистер Перриленд если вы говорите мадам, я вам верю минус ушли так, ну мы можем, конечно ну чтобы она разлилась немножко я так понимаю, может быть в этом смысл еще мы-то знаем, что он не просто элитный клуб это еще и, типа, вот как она сказала там единство братство-то мир жвачка во-первых, это именно то, чем кажется элитный отдых с роскошными леди и джентльмены для обеспеченных леди и джентльмены с роскошными запросами а под мишурой? если вы намекаете, что мои девочки вроде шпионок, то вы думаете не в ту сторону совершенно не в тости, точнее разве у них нет конфиденциальной информации по частях состоятельных эластиков Кловеля? эластиков? хэ, как наивно почти все посетители женаты да мой вопрос еще более актуален конечно, они многое знают многие приходят сюда не ради секса, мистер Перленд кто-то приходит, чтобы поговорить между делом они много рассказывают о себе так они становятся легкой мошеней для шантажа, верно? возможно, да, но даже предполагать так оскорбительно ну блин если угадаю, владеется карта, да вы мне скажете не могу сказать, что это справедливая цена за такой секрет но если вы угадаете, я не буду врать но скажу, что это... но скажу, что вы были правы, да хорошо, посмотрим ответ на мой вопрос Наташа Кашенко мистер Перленд, кажется, слухи вас правда как вы узнали проще простого красивая женщина с загадочным прошлым, которая она старалась держать в тайне когда кто-то угрожает ей именно этим, основывая за собой однозначное послание кроме того, мы нашли карточку на теле Дебры, которая была лучшей подругой и доверенным лицом так что она либо пыталась ее спрятать, либо уничтожить чтобы никто не узнал правду я пока все правильно говорю? точно, мистер Перленд так если не ошибаюсь, Наташа работала на вас до того, как встретил Ибн Уаслер он влюбился в нее и дал работу в клубе миллионов остальное уже история Васселанд, мистер Перленд мне правда жаль, что вы не работаете на правительство я работаю на правительство я же коп точно, мистер Перленд тушее Наташа и правда здесь работала можно сказать, что это ведь на самом деле не место ее работы она здесь и жила она была членом нашей семьи и мы до сих пор ее любим ну в целом да, это логично не просто так же ее парфурсеткой назвали точно так и все представляется в другом так все представляется в другом сети Дайвс настоящий мастер выживания она всегда была такой и очень гордится возможно мне даст вызывать его доверие если сыграть на этом моменте угу пытались ее защитить ну давай так типа вот такая молодец ее защитить Наташа пришла ко мне без гроша в кармане промерзший до косе и ранен ей было всего 17 даже если бы она была моим врагом я бы приняла и выходила да я такая потому что меня так воспитали вы видели возможность заработать или вас вела чистое животное доброта в это так трудно поверить думаю что такая мудрая женщина как вы постарайтесь все обернуть себе в пользу надеюсь вас не обидел наоборот но нет я не видела возможности в девочки которая едва говорила на нашем языке и умирала от голода была ранена и очевидно от чего-то бежала на самом деле из нее из-за нее пошла на неоправданный риск во, плюсик хоть и маленький да почему я все так рискованно не знаю мистер пилинт такое не всегда можно объяснить рационально хоть я и прожила жизнь опираясь на причины и логику просчитывала почти каждый шаг значит Наташа пришла и перевернула вашу жизнь такая уж у нее личность да это в ее природе да бедняжка ничего не может этим поделать она как торнадо забирает все с собой удачная метафора вынужден с ней согласиться она и вас опустошила пока не знаю мадам я пока крепко цепляюсь за землю еще плюсик да откуда она пришла и где она была дохода конечно бедняжка даже не могла это отрицать ее имя акцент но в основном манеры говорят сами за себя мистер Перленд она из СТОВОСа из высшего СТОВОСа когда мы встречались она едва говорила на нашем языке это все что вы не знаете вы как шпион должны были проверить прошлое и новое протеже самое интересное да я проверила несколько раз использовала ценные связи и полезные дела но никто ничего не нашел где-то Наташа терялся возле СТОВОНской границы никто не знает что случилось в этой стране любопытно не правда ли? да мистер Перленд любопытно именно поэтому мне всегда нравился Наташа когда она ушла это вас глубоко задело? да задело дайва защищает своих кажется она всю жизнь посещает своим протеже если давить на это она может открыться мне вот я даже не знаю про ковиде ну давай почему разрешили этот как раз покровительство такое типа ну что еще могла подделать? то если я красивый, богатый, наделен властью Наташа влюбилась в меня но я знаю что нельзя стоять на пути влюбленной женщине это ничего опаснее это более опасный мистер Перленд я уже 20 лет занимаюсь своим делом но раньше такого не слышал видите если разум открыт то новое вы узнаете каждый день в минус когда в последний раз виделись? около двух месяцев назад был балл на котором пришел улыбан уэстер его прекрасна Наташа она выглядела как обычно а вам не кажется что она боится или переживает из-за чего-то наоборот она вела себя непрежденужденно излучала счастье она была влюблена по-своему что вы имеете в виду? знаете, Наташа любит на каком-то другом уровне не как большинство женщин в клове или даже в всей дикой природе возможно это сто вонские корни дает о себе знать а может дело в другом вы не заметили ничего странно в тот вечер странно можно было назвать только женщин которая витала в облаках от счастья хотя раньше твердо стояла на ногах понятно, спасибо вам плюсик что вы вы чувствовали когда Наташа узнали что Наташа собирается уходить? честно, мне было больно я любил ее как дочь что я могла почувствовать? не могу узнать я не могла ее остановить знаете почему? конечно, потому что вы ее любили вы были на такой ситуации, да, детектив? точно, вижу что были дело не во мне, мадам не меняйте тему, пожалуйста в какой-то степени я чувствовала, что меня предали, да и обидели я была одинока даже среди моих друзей вы разочаровались? только в себе, мистер Перленд что-то мне подсказывает, что вам очень знакомо чувствовать да, вы правы спасибо, что делили время, мадам в любое время до таких обращать ну, очень хреново ну, сорок процентов ленивый коп аааа, давайте быстро-зано попробуем я правда не помню, опять же ааа, вот это, по-моему, было не очень это, по-моему, за короля, да? если всем известно то я не очень-то справляюсь со своей работой, да? верная была шпионка это была слишком грубая формулировка я всегда говорила, что выполняла коофициальные политические задания деликатной природы для корабля в интересах национальной безопасности если так говорить, то это звучит очень романтично не верьте дешевым писакам, мистер Перленд в пионаже нет ничего романтичного я вам верю, мадам если вы наставите, я делал это потому что думал, что смогу защитить тех, кому прислуживал и оружие в том мире стоит применять только, чтобы поддержать мир да, я всегда думал о себе и о своем ремесле именно так спасибо за честность а вот опять же, вот там, по-моему, не было ооо ооо хорошо, когда не возьмем вариант ответа в всего вопроса мммм пытались, по-моему, вот это нормально было вопрос, да? да вот это по моему тоже нормально было но не уверен да так поддерживайте связь по моему еще нормально было да последний раз виделись вроде нормально было ну вот неплохо там на сотню процентов по моему был ачив где нужно все допросы на сто процентов сделать но это пипец даже работала в борделе знойной нил до того как и бун вестлер нашел ее и забрал тут джентль будь и добры подождите немного я дам вам кое-что кто может помочь ну отлично спасибо мы подождем ты веришь ни капли у нее даже улыбка фальшивая та женщина варится в чужих секретах и сама стала цикадкой я думаю точно так же надеюсь она не придется со стволом у меня кое-что есть для вас мистер сальери передает вам привет ладно раз уж пришли нужно хорошенько смотреть я только бы только что об этом подумал книгах мы вроде посмотрели ничего не было вот часы это на его нет ладно тут у нас на картине тогда с книгами какая-то фигня должна быть 49 рептилий ключ знанию 7 частей рассудка вот это кстати я не посмотрел не увидел прошлый раз совы не моргают были прямо на название нужно наводить лошадиная смерть кто тоже нет но только 7 разве что вижу и 49 так 49 варен это где-то вот тут знаю скрытая дверь кто бы мог подводить ведь ведь она легендарный шпион в порту но я такого никогда не понимал почему независимая ключа его можно взять с собой и загадку рассказать кто угодно не думаю что многие попадают сюда марте другое дело что может она хотела чтобы мы нашли ее вот именно кто знает ладно пойдем это знаком ком-то не в ее духе и остальное показуха марте вот она реальность мы говорим о профессиональном бывшем шпионе и все же она отлично знает что скрывать вы кто как скрывать свое истинное лицо думаешь она на самом деле такая холодная темная мелкая и полная секретов стена печатная машинка страны книга ячьи им начисла даты господи думаешь они все сносится к борделю конечно нет половина всего этого дела национальной безопасности а что мы вляпались знаешь что не клевать марте я слишком стар для теории заговора мне нужно только разобраться копса мы тут делаем как это связано с наташей да конечно вот она марте смотри не хватает страницы о боге смотри на меня да дам дамы и гости черт марте это значит что самые влиятельные люди в городе были покровителями наташи кое-кто даже с королевской семьи эта книга может нарушить порядок ловили по крайней мере он уже не будет прежним думаешь дело в этом кто-то что-то жертв наташу из-за этого вполне возможно но что-то здесь не так тот фрагмент картины они они если есть хоть малейший шанс что-то не что здесь есть еще одно знакомое имя о чем ты говоришь не зайчик наш случайно какой-нибудь молли опали хаму петух тебе подери сони молли она тоже здесь работала наверное просто тезки вот поэтому она и кошкой знала про молли так вот почему наташа сказал что недавно знакомы слушай босс не могу поверить все эти истории о ее прошлом лучше орел молли любила тебя понял важно только это марки будь здоров заткни свой клюв или его заткну ладно босс прости просто заткли захлопни клюв поймали их за хвост мисс бриллиант правда верно мадам но с пушечкой я же говорю с пушкой придет о назад это ни к чему нам не нужны проблемы нет не нужны к сожалению проблемы сами к вам пришли джентльмены мадам зайва скажите в чем связь как это связано с наташей и не моей женой грязные копы какая чушь застрелить их нет пока нет мисс бриллиант сейчас я вначале объясню все потом попытаемся убить но они сбегут будет жаль проследить твою полосатую кожу но поверь деточка я это сделаю всегда хотелось знать возьмет ли пуля бриллиант прошу мадам всего секунды и все будет кончено нет у нас другой приказы мисс бриллиант смотрите пони выполняет команды не удивительно они не пони они ближе к ослам и самые зебры они не лошади даже хоть марте мы знаем кто она что она для меня значила вы только посмотрите мистер пириллиант вам больше не интересно наше дело нет я просто взяла имя из вашего прошлого и профессионализм утонул в грязи хоть играть в игры из-за и вас причем здесь молит ни при чем просто она была одной из многих птичек которые хотели здесь укрыться вы заставили ее вы оба хотели этого но до встречи с вами она была одной из нас просто пиква хатает они нет боли на мышки не обыскали ой думаю мне это снилось такой сон хотелось забыть темные полные боли меня пробудил удышающий дым это точно не сгоревшая яичница где я и что случилось это коварная крокодилица тема вилл марте он выглядел настолько уже ужасно сколько себя чувствовал я но мне всегда хотелось отправиться в романтический морской вояж нам чего эти ноги бетонир и все по я знал что нельзя в это впутываться марте я горел те что мы можем идти в любой момент я говорю что ты можешь идти отлично знал что не стану бы знал что задние не включать не привык знал но все равно просил мне помочь марте послушай ты эгостичный ублюдок сонит ты тянешь на дно всех вокруг себя сколько тебе осталось до пенсии 120 дней 121 ну ты не мог просто сидеть на жопе ровно да хорошенько глянись орел так вот ты вот такой это все тебе преследует и такое же кухатое мучение и трупы понимаешь стране это все что ты можешь дать другим марте на счет жалость себе у тебя это отлично выходит и крях не могу поверить мы здесь умрем на чертопылающем корабле на зажарит на гриле по крайней мере очень драматично все как ты любишь марте я почти раздал узел но если ты будешь и дальше так трепыхаться то мы на самом деле да красиво пушного ладно колдой я пока вспоминаю все знакомые молитвы конечно давай посмотрим мы пожаримся надеюсь тех бочках хоть приправы есть так близко и так далеко прощай парни напарник мы отлично провели время я не вижу куда он там дальше идет да ну видимо это вот она а там время по-моему что да и что теперь теперь надо бежать и плыть я не умею тогда придется научиться иначе умрешь я не собираюсь что из жирную задницу на берег не надеюсь не стоило брать с собой столько пушек выбрать их не до что тогда не утащите на дно мне клевать я всегда знал что твоя тяга к оружию тебя прикончить пошел в плаку ссоне можно сначала выжить после тебя рел там куча горяний пусть и горячих но всякие бочки прочих денег в воду и используя как плод чем проблема беремовая кухонной чертова мать ее я уж слушай марти что твои слова на корабле что с ними ты бы пларов прав я знал что так будет ну или что будет как-то так я намеренно тебе втянул потому что сам по себе не дотягивает сони не гони не да правда я знал что один не справлюсь ты нужен мне чтобы за мной присматривать мне это не нужно понятно хватит играть в жертву мне наклевать правдива ты прав еще как крять прав молчи хорошо ты как нормально что тут этот корабль какой-то знаешь у меня такое чувство что ночь к только начинается нас почти прикончили да уж ты ведь не хочешь ждать не сони не хочу спасибо напарник да уж тоже ознавал временное получше да кловель снова ты против меня но я все еще жив клевать мне в плотк это же старый капитан марш я думал он умер лет 50 назад кажется сильно ударился головой это что капитан марш тоже увидишь лава богам о парнишки какого дьявола тут забыли они холодновато ли сейчас купаться на корабле было тепло по крайней мере пока он горел наверняка капитан как дела дела потихоньку у вас как увальни что-то суматоха думаю кто-то пытается нас убить капитан снова да ладно ребята это не новость до 100 ружавчину не убери не уберешь пишем эти видео капитан конечно горячий корабль потом два петуха научились летать а потом и плавать прекрасное время ты нисколько не изменился старик конечно я стабилен как моря в кловеле правда в кловеле нет моря конечно есть парнишка просто это не просто не в этом кловеле ладно смехать так зай вас пыталась нас с нами покончить но почему она в сговоре с ибнам ослером имя молли появилось когда я ожидал этого меньше всего это записи мадам зай вас наташа работала в борделе зной на них до того как ибн веслер нашел и забрал туда на рассеверном царстве с того не откуда ее семья пришлось бежать каранташа доброса к ловили она уже была сиротой марти прав я был очень гостичным ублюдка но теперь ничего не поделать мы так мы там где мы есть мне кажется он будет рядом до самого конца как всегда у нас еще два персонажа как минимум до неизвестно три четыре пять шесть капибара разговаривать когда снящий пират его сидит так же капитан очень легендарные что нам до него еще далеко его зовут просто капитан хотел на вероятном жизни не ходил в море он безобидный мог заметить что-нибудь полезное но не заметил дэйф и наташа были не просто знакомы у них были серьезные близкие отношения даже за вас не смогла узнать все тайны прошлого наташа хоть и пустила в подсе свои связи влияния я глубоко ранило что наташа которая начитала почти дочерью покинула нил из-за ибна уэстлера который оборвет перья любому и глазом не моргнет то что миг милая секретарь здесь живет капитан марш который вряд ли когда-либо был настоящим капитаном но он все еще один из самых правильных парней которых я когда-либо встречал и и еще три места неизвестных но кей я рад что мы выбрались напарник так ты все-таки миш плавать или реками не выплюнула а пушки что ты хоть и ну еще чего куда я туда я не только так я реально удивлён что ты еще жив еще бы только их наверно теперь надо смазать заново не знаю там так о чем продолжаем что-то а капитан и все время здесь прямо за мной мой корабль ребята то есть корабль в которой я сейчас живу и он не мой ну вы понимаете чем вы занимаешься стою здесь и смотрю на море море то есть на реку таймс реку хорошая шутка мальчик ладненько здесь неподалеку остановилась черная машина на вид дорогая блестяще и все такое да что еще оттуда вышли два бугая один был вроде и корова и второй кот большой кот они с интересом смотрели на корабль и их не виню такой не каждый день увидишь клинусь всем морскими богами ажа да куда они были это был баран и рысь точно вы их друзья знакомые это вышибал из 3 клуба и головорез который шивался возле блю пушистые боги за и вас тоже подчиняется и бну они как минимум связаны да уж звучит весело полегче стрейк этот овен что он сделал после того как смотрел на нас ничего парниша когда этот корабль начал тонуть они сели в свою красивую машину летели отсюда как летучие мыши из ада значит они видели что мы выплыли из на берег я был я бы об этом узнал что теперь не знаю в участок нам нельзя точно согласен каша сломал ребро или два меня глаза хребет плевать меня в знаешь это значит нет я лучше следую чем пойду в губу нам придется друг эти не друг особенно поскольку того что было хватит нас нет выбора но мы выжили на горячем корабле переживать из-за этого психа убавь оптимист буба это по моему этот сова да потому что у него было это еще по-латински буба буба у баба так я же нажал спрашивать дальше чем известно что нибудь про место под названием зной нынил конечно мальчики но там нашего брата не терпит неудивительно слышал что-то необычное про них конечно у них там самые лучшие красотки ребята как морские сирены они готовы на все был бы я молодым цыпленком как вы уже бежал бы туда хе хе мы как-то вообще-то только что туда убрались на горячем корабле а вы умеете жить на полный ребят да стараемся капитан да ты когда-нибудь слышал про мадам зай вас когда я был молод как вы говорили про вражительную крокодилицу с таким умением да красивая смертоносная все как я люблю и я да это она и уже не такая красивая но такая же смертоносная она как-то связана с горячим кораблем да это неплохой детектив я уже слышал такое но все теперь можно опять куча заметок а почему она здесь и как бы ну да буба вот по-моему на оба очень чуткая интуиция он следит чтобы большинство гангстеров пловели были целые или живые а когда даже неофициально и даже неофициально подшивает копов не за спасибо конечно мне его жаль он порой мне кажется что и из всего города крупицы разум остались только него не знаю да похоже косяк просто жилье сарька буба это еще и его кабинет уверен это незаконно почти как в моем случае конечно мы жилье не набито органами конечностями насколько я знаю дом буба и в больше никуда окей только сюжетная часть а как мы доберемся туда пешком но глава 3 одну главу за серию прошли получается да буба работал в полиции коронером и патолого на там затем пропала пара конечностей органы и запас морфина относительным образом иссяк так что силовые структуры с ним попрощались после этого он начал частную практику но быстро потерял лицензию теперь он заманивает чем-то занимается чем-то далёным напоминающим медицину зашивает гангстеров и продажных копов или таких ворубьев как мы не видел его с тех пор как ему пришлось вытаскивать горщи дроби мне из бедрышка спасибо марки вы когда-нибудь дорасскажете эту историю блин вот ненавижу такое что со последнее время традиция пошла только посмотрите кого сорока принесла те самые пернатые фараоны собственной персоной добрый вечер старый филин он тебя опять подстрелил пока нет смешно мне нужно сильно обезболивающего и раз уж мы здесь кое-какая информация то надеюсь ты пришел не с пустыми карманами мы только что вылезли из реки так что могу заплатить комком грязи если устроить у меня все равно перед тобой должок ты один не смеши буба нам по гроб жизни обязан ладно ладно говори что не так и быстро сегодня работы хватает я не знаю я не знаю я не знаю Какая-нибудь часть с предыстории Про этот Кравовый Новый Год То я так понимаю, что там тоже веселуха Но предусловишь, сколько мы здесь спойлеров Возможных уже словили И про... Хотя и узнать, почему он его подсолил Конечно, интересно Ну, хрен знает Как всегда, Чаровашка, старые пернаты Просто даже про этого же, про пацана у нас В Беру и ЗМИ было Отдельная ДЛЦ Прямо как в пещере у летучей мыши-вампира У Жастиков Правда, здесь все нелегально или хуже Окультная магия Демонология Классно Кадр можно брать Грязные желания Порочные дела Может, вы двое захлопните, клювы? У-у-у-у-у-у Что думаешь, это медицинская иллюстрация или ужин доктора? К сожалению, это часто одно и то же Черт Это ведь просто украшение, да? Я не могу представить, что ты играешь в классику Это Урсула, а не мое Она прекрасно играет Могу представить Заткни клюв, или я сам это сделаю ладно успокойся здесь хранишь трупы и запас морфина морфина давно нет но бедный буба и так его мартин а это кто кто мой отец ой что а чему ты удивляйся он отдал тела науки почему он тогда здесь у фу фу смешно это хорошая шуточка сани спасибо мартышки и мартышки инфантильные я не понял шутку а что если так ничего нечего просто спросил я упустил увидим а надо было на английском послушать был все таки там какая-то игра слов видимо у next и чекин полис тори а может быть там есть комиксы просто по ним я вот не в курсе про black c даже было она же все в крови свежий я пару минут назад оперировал операцию проводил трезвую голову хоть более-менее наверное менее если не випи у меня руки дрожат понятно отстаньте выглядишь неплохо старик ты на формальдегидовой ехте твой умер все тот же отстал и скучно прямо как требуем о 56 давайте следующий раз мы с ним уже это дело поговорим давайте такие бумажки еще раз быстро посмотрим урсула фрагария бурый медведь женский особый огромный медицин еще более огромным сердцем но мило так просову наверно что туда нет нет только вот это но она не считает мы не можем это нажать потому что она не активно ладно на этом и на сегодня закончим лайкайте комментируйте подписывайтесь с вами был алексей страга всем пока